Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Сегодня вместе с вами хотел бы коротко поразмышлять на тему страх Господень. То есть это страх Божий или страх перед Богом. И есть множество страхов у людей, и я хотел бы перечислить некоторые из них. Скажем, страх смерти, страх бедности, страх человеческого осуждения, страх одиночества, страх потери близких людей, страх быть отвергнутыми, страх перед неизвестным. Есть фобии, это страх воды, огня, острых режущих предметов, высоты, страх животных. И все разнообразие видов страхов, оно присущее не каждому человеку, но всему человечеству. И страхи это потому, что люди живут в атеизме, потому что они не знают духовного мира, не знакомы с личностью живого Бога, с Духом Святым. И Дух Святой не открывает им, что такое страхи, и как с ними справляться в жизни, и откуда источники каждого страха. Но существует также страх Господень, страх боящийся, то есть человек, боящийся Бога. Давайте представим себе ребенка, который не боится своего отца. И таких детей очень много. Они любят своих родителей, своего отца в частности, и они его не боятся. Но Бог – это не просто отец, а еще и творец. И когда Он сотворил все живое, в том числе и каждого человека, и животных, и природу, и землю, и вселенную, то Он, как суверенная личность, вложил определенные законы, которые Он не допускает к нарушению. Земной Отец прощает всегда своим детям. Он даже прощает детям то, что не простил бы соседским детям, потому что Он их любит. И любовь человеческая, она бывает слепой, несовершенной. А у Бога любовь, она совершенная. И поэтому в Библии стоит, кого Бог любит, того Он и наказывает. И многие люди говорят о Боге, мой Боженька всегда меня любит. Это неправда. Вы не знаете Бога. Или у вас Бог совершенно другая личность. Вы свели высокого, большого, всезнающего, всемогущего Бога до понятия человеческого Отца. Это не так. Бог, Он справедлив. И мы обратимся к Библии. И о страхе Господнем я приведу несколько стихов. И мы коротко послуждаем эту тему. Итак, первая, это вторая книга Параллельмон. И в 19 главе седьмом стихом там стоит следующее. И тогда будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства. Итак, неправда, лицеприятие и мздоимство. То есть подарками усыплена жизнь человека в сегодняшнем обществе. И когда говорят, нету коррупции в той стране, или ее очень мало, она коррупция имеет разные формы, в том числе и скрытые, родственные. И поэтому, когда протекционизм, то есть родственные связи, это то же самое, что и мздоимство. И есть много неправды в жизни. И об этом надо рассуждать и знать. Притча первая, седьмая, седьмая стихом. Стоит следующее. Начало мудрости, страх Господень. Итак, если человек хочет иметь мудрость, он должен бояться Бога. Потому что мудрость на человеческом уровне, это просто мысли, которые не имеют под собой грунта и основания. А мудрость Господня приходит через его откровения. И это бывает совсем другое. Еще я хотел бы напомнить, что в Библии стоит, что высоко людей, то мерзость перед Богом. И об этом тоже надо помнить. Притча восьмая, тринадцатым стихом. Страх Господень ненавидеть зло. Как духовное, так и физическое. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста ненавижу я. Итак, если человек обзывает кого-то, говорит дерзко, этот человек ненавидим Богом. Знают ли об этом люди? Если люди не боятся проклинать, говорить слова, проклятия, матовые слова. Иногда даже пусть они будут непонятны для них, мягкие, такие как дурачок, несмышленыш, не умеешь и так далее. Это все проклятия. И они работают. И они начинают разрушать. Как человека, который их произносит, так и тому, которому они пытаются быть направленными. И через эти проклятия в дома приходят проблемы, приходит враг. Не в видимом мере. И он начинает разрушать этих людей. Притча 22, 4 стихом. За смирением следует страх Господи, богатство и слава и жизнь. Смотрите, за смирением. Перед Богом. Не перед людьми, перед Богом. Любить Бога и Его бояться. Это духовная большая проблема для многих людей, которые думают, что они верующие. Прежде всего, основа нашей веры – это живой Бог, имя которого Иисус Христос. Который пролил за нас свою кровь. Который видит, знает, слышит нашу жизнь полностью. Все Ему известно. И когда мы думаем, что рядом с нами никого нет, а мы творим неправду, Его, мы совершаем нарушение Его заповедей, Его территории, выходим на территорию врага, мы становимся поражаемыми. Вот почему очень важно знать, что Бог, кого любит, того, Он и наказывает, Он неравнодушен к своим детям. Но наказывает умело. Не так, как люди перебарщивают или недобарщивают, да? Он знает, как наказать для исправления, для улучшения этого человека, его путей. И Бог одних милует, а других ожесточает. Это тоже из Библии. Если люди не читают сами Библию, если люди заняты только тем, что ищут каких-то мудрецов, монахов, отшельников, они – это не Бог. Бог должен напрямую говорить с вами, с вашим сердцем. И вы должны от Бога получать ваши личные откровения, а не откровения для всех людей одинаковыми. Иногда Бог может сказать человеку, сделай это, когда остальные пойдут в другую совсем сторону. И Его поручение – это совсем не то, что коллективные субботники. Нет-нет-нет, это совсем по-другому. Иногда вы хотите помочь человеку, а в Божьей милости этого нет. Бог через определенные обстоятельства хочет изменить этого человека через страдания. А вы вмешиваетесь в Божий промысел. Поэтому страх Господень – это очень важная составляющая для тех, кто хочет себя считать и видеть учениками Иисуса Христа и называться Божьими детьми. Подсуждайте на эту тему. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.